На константиновском карьере в Твери впервые прошел благотворительный забег в пользу бездомных животных «Хвостатый кросс». Он объединил профессиональных спортсменов, зоозащитников, владельцев собак и просто любителей животных. Подробнее о том, как проходило мероприятие, в нашем следующем сюжете. Иди до конца, красавцы! На «Хвостатый кросс» Ольга и Максим приехали с когда-то бездомным псом Васей. Ребята нашли его случайно, забитого и измученного. Долго лечили, а когда пришло время искать собаке новый дом, поняли, что с Васей расстаться они не смогут. Мы думали примерно месяц, потом поняли, что он, наверное, нам не простит, если мы его отдадим, и оставили себе. Первый благотворительный забег в пользу бездомных животных собрал более ста спортсменов и любителей бега. 40 из них бежали дистанцию в паре с собакой. Здесь были и домашние любимцы, и воспитанники инициативной группы по защите животных города Твери. Бежать им пришлось 5 километров. Среди участников известный тверской певец Евгений Окунев. Заданную дистанцию он преодолел вместе с собакой Зайи, которая живет на передержке и ищет хозяина. Евгений – опекун Зайи. Он помогает ей финансово и регулярно приезжает в гости погулять и погладить. Отличный вариант для тех, кто мечтает о собаке, но по каким-то причинам пока не может ее завести. Просто приезжайте к собачкам, с ними гулять, не обязательно что-то привозить с собой, не обязательно кормить, не обязательно по возможности помогайте, конечно. Но если нет такой возможности, просто приезжайте физическим трудом покормить, попоить собачек, погулять с ними. На соревнования приехала еще одна подопечная инициативной группы – собака Катя. Она уже несколько лет живет в приюте. Катю вывезли и выкинули на обочину проезжей части. За защитники не смогли остаться в стороне и забрали животное себе. Как пройти мимо, когда ты знаешь, что страдает животное, что оно погибнет без помощи? Как пройти мимо? Кроме забега с собаками на 5 километров, на спортивном празднике было еще две дистанции – на 10 километров для профессиональных бегунов и детский – на 600 метров. Если для Твери подобные марафоны в новинку, то в других городах они давно успешно практикуются. Мы посещаем часто спортивные мероприятия. Мы видим, что парные эстафеты с собаками, они очень актуальны, популярны. И благотворительные кроссы – тоже интересный формат, который у нас никогда не проводился. Мы любим все новое, мы любим социальные проекты, поэтому решили объединить спорт и благотворительность в этот раз. На мероприятие можно было принести корм в пользу подопечных инициативной группы или по специальному каталогу присмотреть себе хвостатого питомца. Подобные встречи – еще одна возможность обратить внимание на проблему бездомных животных. Мы очень хотим, чтобы ответственное обращение с животными стало нормой, социальной нормой для всех. И мне кажется, такие мероприятия, они помогут нам прийти к этой цели побыстрее. И обратить внимание общества, людей просто на проблему бездомных животных. И, возможно, помочь им решиться взять бездомное животное домой. У инициативной группы по защите животных много друзей. Один из них называл магазин «Четыре лапки». Здесь на личном примере знают, что такое зоозащитная деятельность. Алена долгое время сама была волонтером инициативки и спасала бездомных собак и кошек с улиц Твери. Некоторые так и остались жить при магазине. Чем больше мы отдаем в этот мир, тем больше мы получаем. И можно помогать животным, детям, старикам, кому что ближе по сердцу. «Четыре лапки» проводит акции в пользу бездомных животных и предоставляет скидки на продукцию для волонтеров. А желающие помочь кормам и предметами обихода кошкам и собакам из приютов могут приобрести здесь товары по сниженной цене.